Всем привет! Вы смотрите канал Данилы Кулеши и сегодня мы с вами поговорим про увеличение Final Cut Pro X. Давайте начинать, поехали! Как бы странно и легко данное название не звучало, мы поговорим с вами не про стандартное увеличение именно Position, Rotation и Scale, а про увеличение с помощью плагинов от разработчика Pixel Film Studio под названием Circle Glass. Установка файл сам есть в описании под этим видео, переходите по ссылке на мой сайт, качайте, ну и там вы сможете найти два плагина, которые после установки у вас появятся во вкладочке эффекты, это Circle Glass и Circle Glass плюс Outline. Что мы с вами можем сделать? Перетаскиваем первый эффект, посмотрим какие у него есть настройки, мы видим кстати видео про работу с ключами, видеоанимейшн, вот сейчас появилась подсказочка, можете посмотреть это видео также. Значит, что мы можем делать с вот этим вот увеличительным стеклом? Во-первых, у нас имеется ползунок Scale, который увеличивает его размер, далее имеется увеличение, то есть, например, мы можем сделать увеличение в 10x по умолчанию, здесь стоит 2.0. Далее имеется Light Rotation, мы с вами можем поменять вот этот вот блик, положение этого блика, далее у нас идет непосредственно, можно сказать, размытие данного блика, после чего имеется еще один ползунок, который затемняет нашу с вами картинку внутри, далее это у нас с вами вот это вот отражение, можно либо его добавить, либо его наоборот убрать. Далее у нас идет мягкость краев, мы видим о том, что они вот тут уменьши их, здесь они становятся больше. Ну и последнее это Reflection Mount, мы с вами меняем непосредственно отражение нашего вот этого зеркальца. Единственный минус данного плагина, то что мы вот это увеличительное стекло менять, его местоположение не можем, поэтому не знаю, зачем он может пригодиться, может с помощью каких-то дополнительных слоев вы сможете его перемещать. Но имеется второй плагин, который называется Circle Glass Outline, мы его переносим, ну и здесь сразу же видим вот эту вот штучку, за которую мы можем просто потянуть и переместить наше увеличительное стекло. Значит вот я нажимаю и просто могу его таскать по всему таймлайну. Ну вот допустим я хочу вам показать переходы или эффекты. Здесь у нас все по стандарту, Scale опять же увеличение, здесь мы меняем размер, здесь мы меняем насколько сильно мы зумим нашу картинку, ну давайте допустим 3.0 поставим. Далее у нас идет Outline, ширина вот этой нашей Outline линии, да, черной в нашем случае. После чего можем выбрать цвет нашей вот этой линии, можно сделать например какой-то там вызывающий красный, чтобы это все было красиво и бросалось в глаза. Далее у нас идет опять же ползунок, который отвечает за перемещение цвета, усиление или обратное уменьшение размытия, затемнение, после чего опять же можно убрать этот эффект, опять же сглаживание по краям, ну и последнее это отражение непосредственно опять же еще света. После чего мы можем включить или выключить Color Tint, ну и можем здесь его выбрать, допустим вот мы можем, ну вот например давайте покажу вам на ярком цвете, вот зеленый. Вот то есть мы выбираем здесь зеленое, оно заливает эту область зеленым, можем включить или выключить данную функцию. Давайте выключим, вот ну и непосредственно можно уже рисовать какие-то анимации, давайте опять же увеличение сделаем поменьше, допустим 2, уменьшим Scale и допустим я хочу показать, ну не знаю давайте вот волшебную палочку, вот то есть я беру на тайм линии, ставлю наш ползунок, нажимаю Scale, вот здесь ставлю ключик, далее пролистываю буквально пару кадров и ставлю еще один ключ, потом с помощью вот этой вот стрелочки назад возвращаюсь и Scale убираю в ноль. Тем самым у нас появляется вот такая вот незамысловатая анимация. Сейчас мы вам ее покажем, перейдем просто в Transform, убирается эта штучка и получается у нас вот такая вот штука. Вот буквально сейчас секунды на секунду должно появиться наше с вами увеличительное стекло, вот оп, оно появляется и тем самым мы с вами можем рассмотреть, что у нас под ним находится. Эффект очень интересный, можно его использовать, в одном из моих последних роликов я думаю вы его видели, почему не было вопросов я не знаю, но поскольку тема никакой не пришло, решил рассказать про данный плагин. Опять же ссылка на его загрузку есть в описании под данным роликом, переходим качаем, там все очень просто, необходимо папку перенести во вкладку эффекты, все как обычно элементарно. Ну а на этом все, пишите свои идеи к следующим выпускам по Final Cut, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях, всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok